Здравствуйте! Это программа «Телезащитник». С вами в студии я, адвокат Роман Койден. Начнем выпуск с видео-вопроса. Видео-вопрос от жительницы села Серегово Книжпогодского района Ольги. Несколько месяцев назад управляющая компания в одностороннем порядке приняла решение об уступке долгов жильцов за жилищно-коммунальные услуги, а именно за тепло энергетикам, которые теперь грозятся обесточить квартиры должников. Хотела бы задать юристу такой вопрос. У меня есть долг по ЖКХ, и понятно, что он у меня пока висит в воздухе, и я знаю, что у некоторых моих соседей долг перевели на Коми Энерго. Я хочу узнать, насколько правомочно вот такой перевод с одной организации на другую. Перевод долга – абсолютно правомерное действие. Законное и неотъемлемое право кредитора, или в вашем случае – право управляющей компании. Регулируется указанный вами вопрос статьей 382 Гражданского кодекса России. В ней сказано, что долг может быть передан по сделке, либо в соответствии с положениями закона. Естественно, сделка должна соответствовать требованиям закона. Если нет, вы имеете право ее оспорить. Следующий момент. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, то есть вашего. Если долг есть, и вы его размер не оспариваете, то вас не должно волновать, кому вы должны его уплатить – Иванову, Петрову или Сидорову. В заключении несколько слов про отключение электроэнергии. Процедура приостановления и прекращения подачи коммунального ресурса очень сложна, в связи с чем применяется крайне редко. Чтобы ее узнать, ознакомьтесь с 11-м разделом правил предоставления коммунальных услуг граждан. Уточняю. Сложна – не значит невозможно. Поэтому, чтобы вам не отключили электричество, мой вам совет. Если долг есть, но уплатить его единовременно нет возможности, вступите с энергетиками в переговоры и заключите соглашение об отсрочке или рассрочке уплаты долга. В редакцию обратилась жительница Кайгородского района Людмила. Ее дочь попала в сложную ситуацию. И вот ее вопрос. Моя дочь, значит, одолжила энную сумму совсем незнакомому почти человеку. Остался ее номер телефона и имя. Как вот можно мне сейчас выпросить эти деньги? Помогите, пожалуйста. Вам деньги не выпрашивать надо, а требовать их возврата. Если я правильно вас понял, то из данных должника имеется только его имя и телефон. Этого для написания гражданского иска явно недостаточно. Нужен еще как минимум точный адрес его жительства. Поэтому вам необходимо написать на должника заявление в полицию. Денежные средства должник забрал, долг не возвращает. Имеются признаки состава преступления. Пусть полиция проверит его действия на соответствии с статьям Уголовного кодекса России. Даже если состава уголовного преступления в действии должника не будет установлено, в материале проверки будут его полные данные, адрес и его объяснение. При наличии гражданско-правовых отношений можно будет обратиться с иском в суд. Переходим к письмам телезрителей. Мы живем в поселке Усть-Пожик Сыктывдинского района, который попал под программу переселения, пишет Вера Логутенко. Мой сын живет здесь с 1986 года в собственной квартире. Недавно он взял ипотеку на 30 лет. Городская квартира сейчас находится в залоге у банка-кредитора. Имеет ли он право на получение жилья по программе переселения или денежную компенсацию на погашение части ипотечного кредита? В ходе программы переселения не предоставляются денежные компенсации на погашение части ипотечного кредита. За подробной консультацией о порядке действия программы переселения, об условиях заключения договора на строительство и приобретение жилья, вам необходимо обратиться в местную администрацию. В программе есть ограничения. Вам не предоставляются денежные средства для распоряжения по вашему усмотрению. Вам предоставляется возможность инвестирования денежных средств, в том числе и частично ваших, под строительство дома в конкретном месте и по проекту на усмотрение местной администрации. Участие добровольное. Денежные компенсации на погашение части ипотечного кредита может выдавать пенсионный фонд, например, при использовании материнского капитала или агентство Республики Коми по социальному развитию, при условии, что ваш сын подходит под жилищные программы. Для участия в программах агентства сын должен состоять на учете, как нуждающийся в улучшении жилищих условий и подходить под категорию граждан, на которую распространяется действие программы. Обратитесь в агентство за подробной консультацией, формой заявления и перечнем необходимых документов. В редакцию обратилась Ольга. У женщины закончился срок проживания в квартире, входящей в маневерный фонд Соктовкара. Продлевать договор найма на жилье чиновники отказываются, ссылаясь на задолженность по квартплате. Ольга – многодетная мать, воспитывает пятерых детей. В квартире маневерного фонда проживает не первый год. Недавно женщина столкнулась с проблемой. В связи с долгами по квартплате чиновники отказываются продлевать договор найма. По закону, многодетным семьям государство выделяет земельные участки для застройки. Администрация Соктовкара предложила женщине на выбор земли в Затоне или Максаковке. Вот только как жить на пустом месте без дома и коммуникаций, чиновники не уточнили. Администрация города Соктовкара сказала, если вам выделим участок, значит, получается, вы должны съехать с квартиры. И меня вот интересует, куда мне съехать, если дадут мне участок, куда мне съезжать. Жилищный кодекс Российской Федерации содержит исчерпывающий перечень оснований для выселения граждан, так скажем, на улицу. Согласно статье 91 Жилищного кодекса России, гражданина могут выселить без предоставления другого жилого помещения только в случае, если он использует жилое помещение не по назначению, систематически нарушает права и законы интереса соседей или бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение. Неуплата квартплаты жилищно-коммунальных услуг является основанием для выселения, но с предоставлением другого, возможно, меньшего по размерам жилья. Дополнительно хотелось бы отметить, если у вас доходы несоразмерны с расходами на оплату жилищно-коммунальных услуг, то вы имеете право на субсидию, за получением которой необходимо обратиться в Агентство по социальному развитию или в его территориальные учреждения. Угрозы администрации по выселению на улицу являются способом повлиять на вас с целью уменьшения имеющейся задолженности. И не более. Многоквартирный дом, в котором проживает семья Напалковых из села Волгерсах Цветинского района, попал под программу капитального ремонта. На время работ семья была вынуждена выписаться со своей жилплощади и временно зарегистрироваться в предоставленной администрации комнате. Сейчас хозяйка получает два квитка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Надежда Напалкова интересуется, насколько правомерно выставляются два счета и обязана ли она оплачивать квитки по квартире, из которой они временно выписаны. Согласно порядку предоставления коммунальных услуг гражданам, вы, как временно отсутствующий потребитель, имеете право на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Для этого необходимо в управляющую компанию предоставить заявление на перерасчет и документы, подтверждающие ваше временное пребывание и оплату коммунальных услуг в другом месте. Видео-вопрос от медработника из Книжпогодского района. Елена интересуется, какими льготами она имеет право пользоваться. Я бы хотела узнать подробно о медицинской льготе, которая положена в сельской местности, как медицинскому работнику. Почему она разная? В разных районах, по коме, разная. Вот, например, знаю, что в Ударском другая. У нас поменьше выплачивают. Правовой статус медицинских работников установлен основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан номер 54-87-1. В статте 63 документ содержит нормы, касающиеся мер социальной поддержки. Звучат они следующим образом. Меры социальной поддержки медицинских работников федеральных организаций здравоохранения устанавливаются правительством Российской Федерации. Меры социальной поддержки медицинских работников организаций здравоохранения, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, устанавливаются субъектами Российской Федерации. А меры социальной поддержки медицинских работников муниципальных организаций здравоохранения устанавливаются органами местного самоуправления. В своем вопросе вы не указали, в какой организации здравоохранения вы работаете, и, соответственно, определить законодательство – федеральное, региональное или муниципальное, относящееся к вам лично, не представляется возможным. Перечным льгот для вашей организации вы можете ознакомиться, направив соответствующее обращение в правительство Российской Федерации, в правительство Республики Коми или в местную администрацию. В любом случае, минимальный набор льгот по оплате коммунальных услуг должен состоять из 100% на оплату жилого помещения в пределах социальной нормы площади жилого помещения и 100% на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов потребления. Контроль за соблюдением законодательства в данной области осуществляет прокуратура Республики Коми. Два года назад жители поселка Нивширо Коткировского района Георгия Ярмалькова операционным путем лишили глаза. Мужчины интересуются, на законном ли ему основании отказывают в постановке на инвалидность и выплате пенсии. По действующим в Российской Федерации нормативным актам, в частности, правилами признания гражданина инвалидом, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации номер 247, одним из критериев признания лица инвалидом является острота зрения единственного или лучше видящего глаза при коррекции стеклами. Учитывается также сужение поля зрения. Многие люди при отсутствии одного глаза считают, что им положена инвалидность. При этом они часто ошибаются. Даже отсутствие одного глаза при сохранении функции второго не дают основания для признания больного инвалидом, так же, как и отсутствие, скажем, одной почки, если оставшаяся успешно справляется со своей функцией. Каждый случай индивидуален. Решение комиссия принимает, исходя из конкретных обстоятельств. В любом случае, решение МСЭ, в случае, если вы с ним не согласны, вы имеете право оспорить в судебном порядке. Уважаемые телезрители, если вы отправляете вопросы на автоответчик, просьба, оставляйте более подробную контактную информацию. Если вы звоните из района, говорите из какого именно. И желательно в паре предложений излагайте суть вопроса. На сегодня все. Пишите, звоните, обращайтесь. Контактная информация на ваших экранах. С вами был адвокат Роман Койден. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин